Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я представляю вам такой автомобиль как Lada Vesta исполнение Comfort, двигатель 1.8, 16-клапанный, 122 л.с. на роботе. Стоимость представленного автомобиля составляет 671 900 рублей. Выражаю благодарность автосалону Авто 1 за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного автомобиля. Lada Vesta это компактный российский автомобиль малого класса, который Автоваз выпускает с 25 сентября 2015 года. Автомобиль заменяет семейство Lada Priora. Старт-продаж Vesta состоялся 25 ноября 2015 года. Сборка данного автомобиля осуществляется в Ижевске, Россия и в Казахстане. Стоимость разработки Lada Vesta составила около 6,5 млрд. рублей. 25 сентября 2015 года состоялась уже торжественная церемония запуска серийного производства модели. В свою очередь предполагалось, что 1 ноября 2015 года в продаже появится седан, а затем уже хэтчбэк. Но впоследствии планы, к сожалению, изменились и в 2017 году начнется серийное производство Универсала и его внедорожного варианта. Российским покупателям седан Lada Vesta предлагается в трех основных комплектациях. Кстати, первоначально планировалось, что автомобиль будет стоить около 400 тыс. рублей, однако затем президент автоваза Буандерсел принял решение повысить стоимость до 500 тыс. рублей. В итоге на декабрь 2016 года цена Lada Vesta стартует с отметки 529 тыс. рублей. 29 августа 2016 года глава автоваза Николай Мор заявил, что компания, к сожалению, отказалась от планов по выпуску хэтчбэка. Типы трансмиссии, которые устанавливаются на Lada Vesta, это механическая пятиступенчатая и роботизированная пятиступенчатая. Что касается безопасности, то в результате краш-теста, проведенного авторевью по методике RSAP, Lada Vesta набрала 14 баллов из 16 возможных, что означает присвоение машине оценки в 4 звезды. Кстати, Lada Vesta оказалась безопаснее таких автомобилей, как Hyundai Solaris и Ford Focus. Что касается нового логотипа, то Lada Vesta первой получила новый логотип Lada. С 2015 года седан Lada Vesta является базой для гоночного автомобиля Lada Vesta TS1 команды Lada Sport Rosneft в чемпионате мира среди легковых автомобилей. Теперь, что касается плюсов и минусов данного автомобиля. Основные преимущества Lada Vesta. Это очень вместительный салон, просторнее, чем у конкурентов. Хорошая активная безопасность. Здесь установлено 7 систем коррекции и помощи при вождении. Это относительно легкий автомобиль. Размеры кузова больше и шире, чем у основных конкурентов, у того же самого Polo и Rio. Управляемость у этого автомобиля одна из лучших в B-классе за счет новой подвески с L-образными рычагами. У этого автомобиля очень хорошо доработана шумоизоляция. Имеется штатный подлокотник с регулировкой, а также подогрев лобового стекла. Теперь, какие недостатки отмечают именно владельцы данного автомобиля. Почти все владельцы данного автомобиля имеют претензии к мультимедиа. Дисплей явно слабовато, на солнце он вообще бликует и видимость не очень хорошая, а регулировка яркости экрана, к сожалению, отсутствует. Также владельцы отмечают, что слабовато шумка колесных арок. Многие жалуются на то, что блок кнопок справа на руле очень часто выходит из строя. Или попросту он начинает глючить. И по факту, что вы получаете, это базовский движок с коробкой вот Renault Logan. Явное недоумение у всех вызывает вообще, зачем нужен был такой альянс, зачем они это сделали. Все-таки на малых оборотах машине явно недостает тяги. И задняя скорость, она все-таки очень часто заедает при включении. Владельцы отмечают очень узкий педальный узел. Это отмечалось даже владельцами, имеющими 42 размер обуви, что уж говорить о крупных мужчинах. Кстати, еще один существенный недостаток это материал пластика салона. Он подобран крайне неудачно, он слишком жесткий и в принципе довольно дешевый на вид. Кстати, с подвеской вообще парадокс. Она получилась прекрасная и потрудились на совесть производителя. Но на пустом автомобиле она чересчур жесткая. Владельцы говорят, что обзорность назад все-таки не очень-очень сложно, но парковаться на этом автомобиле. Если у вас Lada Vesta на механике, то владельцы также жалуются, что не четко переключаются передачи. Владельцы отмечают, что чудеса творятся и в подкапотном пространстве, откуда там грязь и грязный моторный отсек. Хотя, по сути, все очень хорошо прикрыто. По мелочи владельцы отмечают мигание освещения салона в мороз, отказ в работе подсветки части кнопок на руле и частичное запотевание фар. А также они отмечают неисправности в работе роботизированной коробки, неработающий спидометр или обогрев ветрового стекла. Я считаю, что главный недостаток Vesta это все-таки в некоторой степени уже сложившаяся репутация автоваза. Вроде бы как и закрываешь глаза на некоторые недостатки, но сложно-сложно это потом уже переварить. Минусы продолжаются. Боковые стекла и зеркала буквально моментально пачкаются. Их приходится протирать каждые 50 километров в грязную погоду. Шумка, где лежит запасное колесо, просто отвалилась в мороз. Далее владельцы очень жалуются на протекающую крышу. Протекает антенна, а точнее крепление кузова и самой антенны. И все-таки та самая щель между стеклом и крышкой багажника довольно большая. В общем и плюсов и минусов достаточно, но все-таки опять-таки минусов получается. Мелких поломок и серьезных в этом автомобиле намного больше, чем плюсов. Что касается технической составляющей, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель. Рядная шестерка, 16-клапанный, объем 1,8, мощность 122 л.с., крутящий момент 170 нм. Система питания двигателя распределенная в процессе топлива, в соответствии с экологическим требованиями Евро-5. Расположение двигателя переднее поперечное. Максимальная скорость данного седана составляет 188 км в час. Разгон от 0 до 100 км в час за 10,2. Расход топлива в смешанном цикле 7,5 литров на 100 км пути. Длина данного седана составляет 4410 мм. Ширина 1764 мм. Высота 1497 мм. И колесная база 2635 мм. Клиренс очень внушительный, 178 мм. Диски доступны 15-дюймовые, размерный шин 185 на 65 и 16-дюймовые 195 на 55. Объем багажника составляет 480 литров. Объем топливного бака составляет 55 литров. Снаряжная масса данного седана составляет 1230 кг. Полная масса 1670 кг. Привод передний. Тип передней подвески независимая пружинная. Типа McPherson со стабилизатором подвечной устойчивости. Тип задней подвески полунезависимая пружинная. Торсионная балка. Передние тормоза дисковые вентилируемые. Задние тормоза барабанные. Доплата за металлизированную окраску кузова составляет 10 000 рублей. Доплата за оригинальную окраску кузова цвета Lime 35 000 рублей. Вот такой получился интересный автомобиль. Сногсшибательно выглядит он как внутри, так и снаружи. Это действительно прорыв для автоваза. Безусловно имеются нюансы, которые нужно учитывать при покупке данного автомобиля. На этом обзор Lada Vesta 2016 года выпуска завершен. Я надеюсь вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. До встречи в следующий раз. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!